Я буду читать из Священного Писания первое послание Петра, 4 глава, 12 стих. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь. Да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Каждый человек проходит свои жизни через различные испытания. Конечно, здесь в контексте говорится о гонениях, которые переживали христиане. Но многие испытания в жизни, которые мы проходим, они связаны именно с нашими выборами, выборами в сторону Божию. И, как говорит апостол Петр, мы не должны думать, что испытание есть нечто странное в нашей жизни. Когда приходит огненное, внезапное, горящее, мы не должны думать, что этому нет места в нашей жизни. Я хочу прочитать текст, весьма известный, 3-я книга Царств, 19-я глава, с 1-го стиха и далее. Здесь известная тема, рассказ о служении пророка Ильи. Все, что здесь описано, происходит после тех побед, которые были совершены этим пророком. И пересказал Ахав Иезавель и все, что сделал Илья. И то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Ильи сказать, «Пусть то и то сделают мне Боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с Твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Иными словами, она говорит, «Я клянусь, что завтра к этому времени я обещаю Тебя убить». И дальше интересно. Написано, «Увидев это», обращайте внимание на каждое слово, «Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег, и заснул под можжевеловым кустом. «И вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань, ешь!» И взглянул Илья. И вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь!» «Ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Хариф. Гора Божия Хариф. И местность, которая вела к этой горе, также называется Хариф. Удивительно, но слово «Хариф» на еврейском языке означает «сухой, опустошенный, разоренный». И я хочу говорить сегодня, друзья, говорить о весьма неприятном состоянии человеческой души, о состоянии опустошения, засухи. Очень часто его называют депрессией, когда унылое, угнетенное чувство, потерян стимул жизни, интерес. Кажется, что жить дальше абсолютно незачем. Цель утрачена. В чем особенность этого состояния? Ведь все люди устают, все могут расстраиваться, и для каждого случая есть определенные причины. Но то, о чем я хочу сказать, именно это опустошение приходит в жизнь человека на фоне побед. Казалось бы, нет причины для того, чтобы это пришло в нашу жизнь. Но вдруг внезапно что-то врывается в наше течение, и мы испытываем удивительные, тяжелые переживания. Давайте посмотрим на историю Ильи. Вот если мы читаем о нем, его жизнь была наполнена потрясающими чудесами. И вот все, что здесь описано, оно происходит после того, как пророк был на самом пике своего служения. То есть он достиг достаточно высокого предстояния. Помните, он низводит огонь с неба. По его молитве, когда он установил жертвенник, он возложил жертву на жертвенник практически самого себя. Потому что, если бы не пришел огонь, валовы пророки растерзали бы Илью. Но Господь не спасла огонь. Он призвал к покаянию весь народ. Он молился, и пришел дождь, которого не было долгое время. В общем, мы понимаем, мы видим, мы видим в этой картине, что Илья находится на духовной высоте. И вдруг все резко меняется. Разочарование, опустошение, разорение. Давайте посмотрим, что же привело Илью под можжевеловый куст. Мы читаем, что это посланник из Авели. Удивительно точный библейский язык, особенно пророческие книги и пятикнижия, каждое слово на еврейском языке имеет значение. Никогда ничего случайного в Библии нет. И вот, когда сказано посланник из Авелин, использовано еврейское слово малах. Его можно перевести по-другому, ангел. Хотя, когда используют слово посланник, обычно используют слово шалиях. Вот апостолы – это греческое слово, но евреи называли апостолов шалиях, то есть посланник учителя. И здесь почему-то есть особый намек. Малах – ангел. То есть как будто бы не просто человек подошел к Илье, но какой-то злой демон, ангел смерти к нему приблизился. Именно когда у нас все хорошо, мы бываем особенно уязвимы, потому что сатана никогда не упускает возможности проверить нас на прочность. Каким же оружием он пользуется? Писание дает нам из удивительных картин, рассказанных, подробностях описанных, увидеть вот эти духовные принципы. Каким же оружием он пользуется? Он пытается развернуть нас из веры, убежденности, доверия к Богу, повернуть наш взгляд в реальность материального мира. Я попытаюсь объяснить, что я хочу сказать. Он пытается открыть нам глаза на незыблемые законы, непреодолимые законы материального мира. Ты доверяешь Богу, доверяешь Его путям, доверяешь Его помощи, доверяешь Его поддержке. И вдруг приходит что-то, что охлаждает тебя абсолютно. И ты смотришь не на невидимое, а на видимое. И сердце вздрагивает, потому что видимое становится тяжелым, значимым. Оно кажется незыблемым. Да, конечно, я верю, но ведь это реальность, в чем я нахожусь. Хотя Писание говорит нам, что мы должны ходить верой, а не виденьем. То есть мы должны ходить доверием Богу, а не тем, что видим в материальном мире. Более того, сказано, смотреть нам нужно, это удивительная фраза, на невидимое, а не на видимое. Не на то, что видим, ощущаем руками, мы должны направлять свой духовный взор, но направлять на Господа, потому что видимое временно, а невидимое вечно. Если вы были внимательны, вы могли увидеть одну фразу. об Илье сказано, после того, как он услышал угрозы посланника и завели, что его завтра убьют, сказано следующее, увидев это. Я не знаю, обратили ли вы внимание на эту фразу, но она кажется совершенно нелогичной. Если тебе что-то говорят, тебе о чем-то предрекают, чем-то угрожают, ты можешь что? Услышать это. Но здесь сказано не услышал, а увидел. А я хочу повторить, Слово Божие всегда с точностью дает нам намеки на определенные вещи. Смотрите, как это характерно. Он как будто бы уже увидел, что с ним произойдет. Вдруг перед его сознанием возникла совершенно страшная картина. он увидел, что все его победы ничего не стоят. Все, за что он боролся, потеряло значение, все не имеет смысла. Причем, заметьте, он не обратил внимания, что в словах этого посланника было обещание убить его когда? Завтра, а не сегодня. Представьте себе, если бы кто-то хотел убить, если уже есть приговор, то почему завтра, почему не сегодня? потому что это была лишь угроза. Но у Льи что-то вышло из его сознания. Он как будто бы забыл. Кстати, то же самое порой забываем мы. Он забыл, что Бог полагает пределы всему, что все зависит только от Всевышнего. Волос с нашей головы не может упасть без воли Бога нашего. Иов 38 глава сказано о море бушующем. Доселе дойдешь и не перейдешь. Здесь предел надменным волнам твоим. Мы очень часто испытываем страхи от власти дьявола, как многие христиане постоянно плачут и жалуются. Мы почему-то в своем сознании видим его проявления чуть ли не приравненные в борьбе с Богом. Я хочу подчеркнуть, Бог полагает пределы всему. Он владыка всегда и во все века. Не может даже сатана коснуться человека больше, чем это допущено свыше. И вот очень важно было для Ильи услышать в тот момент. Это было испытание для него. Это был знак для него. А он уже увидел все, что с ним может произойти. Представляете, как это в нашей жизни бывает. Я помню, как одна женщина, сестра нашего Христа, когда созвонились по телефону, она долго не подходила, потом очень таким тяжелым голосом сказала, что у меня взяли анализы, у нее заболел желудок, взяли анализы на онкологию. Потому что врач такой странный сказал, ну не исключено. И она уже увидела, как у нее отрезают желудок, как у нее стоит фистула, как она становится инвалидом и уже скоро умирает от метастазов, и бедный, больной ее муж останется один. Оказался банальный гастрит. Увидев это, но я хочу вернуться к мысли, это было испытание для него знак. Если мы убеждены, что все, что происходит, я хочу еще раз повторить, происходит лишь потому, что Бог допустил, чтобы это происходило, то мы понимаем, что всякое происшествие в нашей жизни имеет цель, и оно не случайно, оно может служить средством для каждого из нас подняться на более высокую ступень. Испытание, а мы скажем об этом позже, содействует ко благу. Оно не приводит ко благу автоматически, но содействует при наличии правильной реакции человека. Что не сделал ли я в этот момент? Ему нужно было вопросить Господа. Ему нужно было вопросить, сказать Господи, что ты хочешь этим сказать? Что ты хочешь сказать мне этими обстоятельствами, которые сейчас возникли в моей жизни? Ведь апостол Иаков говорит, если у кого недостает мудрости, допросит ее у Бога. Он говорит это в контексте именно испытания, когда человек проходит через испытания. Мудрость это искать сокрытое, то, что не лежит на поверхности. Когда происходит нечто нежелательное, мы часто не сознаем, что за происшедшим сокрыт Бог, что цель происходящего побудить нас искать его и найти его именно в тех обстоятельствах, в которых мы сейчас находимся. Если бы человек понимал это, он не был бы сломлен. Надо было сохранить мир. надо было прислушаться, просить мудрости в испытании, потому что Бог обещал, Он обязательно даст понимание, даст ответ, даст мудрость, просто, без упрека. Но в это мгновение уже не Бог, Изавели, ее ненависть и слабость народа стояли перед глазами Ильи. К сожалению, слово Изавели стало управлять им. Он не вспомнил, как Бог питал его у ручья через ворона. Он не вспомнил, когда в силе Божьей давалась вдове мука и масло и не убавлялась, как Бог воскресил через него мертвого, как огонь только что сошел с неба, а позднее дождь, все это исчезло из его сознания. Он видел только Изавель и свою смерть. Братья и сестры, когда приходят испытания, действительно так, мы вдруг как будто бы парализованы, мы забываем о руке Божьей, мы видим только страдания, предстоящие страдания, крушения, и вместо того, чтобы искать ответа, помощи, дать возможности Богу нас направить, мы убегаем в сторону. Я скажу кратко одну мысль. Есть вера как дар, а есть вера как плод. Это немножко разные понятия. Когда Илья действовал в вере как в даре веры, когда он сокрушал идолов, Дух Божий побуждал его и давал ему смелость как у льва. Но наступает момент, когда в нашей жизни вера как доверие Богу должна появиться как внутренняя составляющая нашего естества. мы испытываем Божье благословение. Я как проповедник бывает выхожу в бессилии на кафедру и Бог дает силы помазания. Я могу говорить с верой, но другой вопрос, как я лично потом проповедующий переживаю свои собственные трудности, когда действие дара Божьего на какой-то определенный период завершается, когда нужно проявить плоды в моей жизни. И вот к сожалению у Ильи здесь оказалась большая проблема. Бегство Ильи от Изавели до Версавии современный город Бершева составляло примерно 150 километров. Представьте себе я всегда удивляюсь какой прытью ходили люди все времена. Апостол Павел скажет телесные упражнения малополезны. Ну апостол Павел знал, что говорил. Вообще-то он говорил о греко-римских состязаниях, о том, что увлечение спортом у греков было больше, посвящение в духовности. Но когда мы читаем непредвзятые Евангелия, допустим рассказы о том, как проходила жизнь Христа и апостолов, есть такие слова. Встали и пошли в Галилею. Друзья, встали и пошли в Ванкувер, чтобы завтра на собрании побывать. Давайте попробуем. То есть телесные упражнения малополезны. Конечно, когда ты сто миль проходишь за сутки или за двое, там уже не до телесных упражнений. Так вот, сто пятьдесят километров, я не знаю, это примерно сто миль, чуть меньше, прошел Илья от места, где получил это слово до Версавии. Там он оставляет своего спутника, идет дальше на расстоянии дневного пути и остается один. А так удалось. Илья садится под можжевеловый куст и просит смерти и просит себе, я хочу еще раз повторить, смерти. Вот услышите, что я сказал? Если бы он действительно хотел бы смерти, то нужно было оставаться там, где он был. Его же обещали завтра убить, его бы там бы и убили. Только смерть была бы какой? Мученической смертью. Он как герой бы покинул эту землю. Но он убегает. Для чего? Чтобы спасти свою жизнь. И убежав в пустыню, сам просит себе смерти там. Вот смотрите, он человек подобный нам. Вот так же точно нелогично в своих переживаниях и мы. Мы убегаем от опасности, казалось бы, а потом чуть ли не смерти себе просим. Ведь умереть в одиночестве под межевеловым кустом в безвестности куда менее достойно. Довольно уж Господи, говорит он, возьми душу мою. Все и все против меня. Он остался один. Изнемогая, он бродит по этой раскаленной пустыне. Он ослаб, упал духом. Я думаю, что у многих в минуту отчаяния, уныния звучали эти слова. Довольно уж Господи, когда приходит вот эта пустыня, бессилие, опустошение, я устал, я больше не могу, все, ни на что нет сил, все бесполезно, я ослаб. Кто испытывал это состояние, тот знает, что ничего не хочется делать. В общем-то, наверное, бы и делал что-то, но сил ни на что нет. Ничего не могу достичь, полное разочарование, цель потеряна, только душа стонущая, боль внутри, которая не проходит ни днем, ни ночью. Я хочу утешить вас, Господь создал нас плотяными, мы устаем, действительно. Мы переживаем, мы многого не знаем, мы не только разумные, но еще и эмоциональные сущности. Господь дал нам такую способность, возможность, эмоции разные у людей. Илья, он лег и уснул, то есть настолько обессилел, пришло безразличие полное. Но удивительно, в этой истории открывается нечто особенное. Вдруг мы читаем, что появляется посланник Бога, ангел, который приносит кувшин воды и печеную лепешку, он приходит, чтобы вернуть силы Ильи. Это происходит внезапно, неожиданно, хлеб и вода. Илья, Бог тебя не забыл. Ты не брошен, Он подкрепит тебя. Это не конец. Тебе нужно встать, укрепиться и идти, потому что перед тобой дальняя дорога. Я хочу сказать, что ангел не просто так вернул силы Ильи, он посылает его в путь. Он должен пройти особую дорогу. И вот Илья подымается и идет к горе Божьей Хариф. Он идет к той горе, где Бог говорил однажды с Моисеем, где однажды Бог дал закон Израилю. Ему нужно с терпением пройти свое поприще, предлежащее ему. Часто люди хотят изменить поприще, но 40 дней и ночей это образ полноты испытания, которое человек должен пройти, но самое важное пройти в верном направлении к горе Божьей. Третий царств, 19 глава, с 9 стиха. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне и сказал ему Господь, что ты здесь или я? Он сказал, «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал Господь, «Выйди и стань на горе пред лицом Господнем, и вот Господь пройдет». И большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. Услышав сие, Илья закрыл лицо Свою милотью Своею и вышел и стал у входа в пещеру. Что ты здесь, Илья? Зачем ты пришел сюда? Ведь Бог знает, зачем Он пришел. Но мы тоже должны знать, чего мы хотим на самом деле. Илья начинает отвечать, ревность о Господе, чистая святая ревность. Но потом все-таки как-то его тон меняется. В еврейском тексте это очень заметно даже по построению фразы. Он говорит о ревности, а потом как будто бы он вздохнул и говорит, но не она привела меня к бегству, как бы, а то, что убить меня хотят и моей души ищут. Он признает это. И вот мы читаем, Бог показывает ему нечто особенное. Бог показывает, как происходит его раскрытие. Сначала ураган, землетрясение и огонь. Но вот здесь нечто особенное. Все эти три явления предваряют, сокрывают Божие присутствие. Что это такое? Я думаю, вы можете понять. Ветер это хаос, переменчивость. Когда в нашу жизнь врывается ураганный ветер, это всегда неожиданно. Ветер приходит внезапно. Порывы ветра настолько сильны, что сдувает, сбивает нас с ног. Все срывается с места. Кажется, кажется, невозможно устоять. А потом землетрясение. Землетрясение это колеблются основания. Все, на что ты надеялся, на чем стоял, на чем опирался. Был уверен, что вот здесь никак нельзя пострадать. А дальше огонь. Огонь это всегда жжение, боль, пепел, разрушенных планов. Вся жизнь, казалось бы, под откос. И вот здесь интересно, сказано, Бог не находится в этих явлениях. Да, они предваряют Его присутствие. Он допускает, посылает их. Они показывают Его власть и силу, Его решение и явление Его суда. грешника. Но мы понимаем, что ни Его сердце, ни Его сущность. Бог ищет повода, чтобы помиловать грешника. Когда Илья услышал веяние тихого ветра, он закрыл милостью лицо, потому что он ощутил в этом явлении святое присутствие Божие. Он закрыл свое лицо. Почему? Потому что он осознал великое откровение, доступное и нам. Милость превозносится над судом. Сила Его милости намного больше, чем сила суда. И вот это стало здесь очевидным. Он понял, что Бог, хотя и совершает суды, но приходит веяние тихого ветра. Интересно, что на еврейском языке эту фразу немногие переводчики могли перевести. Вот более-менее на украинском языке, не знаю, как в английском, но на иврите эта фраза звучит буквально так. Услышьте, голос тонкой тишины. Вот попробуй переведи и пойми, что это означает. И после всего голос тишины, причем еще и тонкой, веяние тихого ветра, покой и мир. Какие уроки мы можем извлечь? Дальше Илья вернется в реальность жизни, но уже теперь с верой. Я хочу дать вам три урока в завершение, которые мы можем извлечь из этой картины. Первое. Никогда не молчи. Единственный способ пережить это состояние – высказать свою боль Богу. Никогда не нужно стесняться, потому что даже когда нам больно, мы скрываем не то, чтобы даже от ближних, но от самого Бога истинное состояние своей души. мы как будто боимся признаться, что мы чувствуем. Я хочу утешить вас. Бог уже знает. Он сердцеведец, ничто не может удивить его, и ничто не шокирует его. Он не скажет Галина, Иван, Федор, а я о вас думал лучше, потому что он знает, какие мы, что мы думаем, переживаем в этот момент. С Богом нет запретных тем, друзья мои, прогневался ли Господь за уныние или нет. Он даже не упрекнул его, но он восстановил его. Когда Илья изнемогал от усталости, Господь дал ему сон. Он был голоден, и хлеб был ему послан. Он жаждал, и перед ним явился кувшин с водой. Отец Небесный восполнил нужды, чтобы Илья с укрепленными силами мог встать и снова взяться за дело. Может быть, кто-то сегодня обессиленный находится под этим можжевеловым кустом, когда заботы, хлопоты, тревоги превысили силы. Ободритесь. Действительно, Господь вчера, сегодня и вовеки тот же. Он успокоит ваше волнение, Он насытит ваш духовный голод, чтобы обновить ваши силы, и вы могли исполнить Его волю, радуясь на пути своей жизни. Не молчи! Второе. Измени свой настрой. Я объясню, что это значит. Я как-то однажды читал повесть, которая называется «Медведь». Я знаю, что эта повесть была экранизирована, и она действительно мне понравилась. Она рассказывала об одном человеке, точнее, о двух, которые оказались в экстремальной ситуации. Один человек пожилой, другой помладше. Один, который своим трудом в своей жизни добился огромных результатов, второй пытался завладеть жизнью, хитростью. В общем, они оказались в тайге после авиационной катастрофы. И их преследовал медведь, потому так повесть и называется. У них стояла задача, чтобы выжить, они должны были убить этого медведя, иначе этот медведь Шатун бы их съел. Этот человек задает вопрос тому молодому человеку, пытаясь ободрить его. Он говорит, как ты думаешь, почему люди погибают в лесу? И тот молодой начинает ему давать ответы. Он говорит, они погибают по разным причинам, я думаю, от голода в первую очередь, потом, наверное, от холода погибают люди, ну, если ни от голода, ни от холода, то от диких зверей погибают. Пожилой человек сказал ему, нет, не это самое главное. Люди гибнут от отчаяния. Вы слышите? Все рушится в их жизни от отчаяния. Это очень правильная мысль, потому что нас лишает сна отчаяния. Вопрос, вот этот вопрос, почему? Почему это случилось со мной? Почему чудо не произошло? Почему Бог не вмешался? Почему заболел я, а не вот тот негодный человек? Помните, как в Малахии 3.15? И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Сначала мы молчим, делаем благочестивый вид, но однажды наша горечь и обида вырывается наружу. Остался я один, говорит Илья. Вы слышите? Он, пророк Божий, говорит, я один, и моей души ищут. этот человек дал хороший совет, который я хочу повторить. Нужно изменить свой настрой. Не задавай вопрос, почему, не всегда на него есть ответ. Если Господу будет угодно, он скажет. Но очень важный вопрос, который ты должен задать. Что мне делать сейчас? Что, Господи, мне делать сейчас? Дай мне мудрости. То, что произошло, уже произошло. Я хочу знать, что мне делать сейчас. И вот Илья выходит из пещеры и сказал ему, Господь, пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск. И когда придешь, и дальше перечисляются те задания, которые он должен выполнить. Ему есть ради чего жить, есть что исправить. То, что произошло, произошло. Вопрос, что дальше? Он вселяет надежду. Это есть упование на Бога. 19, 15. Иди вернись на твою дорогу в пустыню Дамаска. Вот мы читаем эту фразу, и она нам ни о чем не говорит. Вернись на свою дорогу в пустыню Дамаска. Но комментаторы несколько тысяч лет обращали на нее внимание. Они говорили, пустыня Дамаска, дорога пустыни Дамаска, это совсем не те места, где когда-то действовал Илья. В этих местах Илья никогда не был. Почему же так сказано в Слове Божьем вернись на свою дорогу в пустыню Дамаска, если Илья не был на этой дороге? Здесь удивительный намек. Своя твоя дорога это твой путь жизни. Твое предназначение. У каждого из нас есть предназначенная от Господа особая дорога, общая для всех и для каждого из нас. И все обстоятельства жизни предназначены, чтобы направить нас именно на эту дорогу, чтобы мы не сворачивали в нее. Бог возвращает, направляет нас на эту дорогу разными путями. И даже Изавель была в его плане. Илье не нужно было бежать в пустыню и прятаться. На самом деле, мы понимаем, ему нужно было идти в Дамаск. И тогда не было бы этих мучительных 80 дней пути, если бы он сразу задал вопрос «Господи, что повелишь мне делать?» Третье. Нужно научиться во всем видеть сокрытое добро, сокрытое благо. Римлянам 8, 28 сказано следующее. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Человек проходит через множество разных событий, испытывает их влияние. Не сказано, обратите внимание, что все происходящее с нами благо. И не сказано, что все, что происходит с нами приведет автоматически ко благу. Но написано очень ясно. Со действует. Содействует, а не приводит. То есть то, что происходит с нами влияет на душу и что-то строит в ней. Если человек любящий и призванный по Божьему изволению, он отвечает правильно в тех испытаниях, которые приходят в его жизнь. Содействует, а не производит благо, что-то строится, формируется в нашей жизни. Мы духовно растем, но важно работать вместе. И тем не менее, все происходящие события, они все выглядят как благо. мы должны понимать, что жизнь подобна большому пазлу, составленному из множества частей. Это все равно, что в руках иметь десять из пяти тысяч. Поэтому отдельные части в наших руках лишены всякого смысла. Неудивительно, что у нас есть вопросы. Наш взгляд ограничен. И поэтому из того, что мы видим, мы не понимаем всей картины. Вот почему Библия учит довериться Богу. Это и называется упованием на Всевышнего, когда во время испытаний ты еще больше укрепляешься в вере, потому что знаешь происходящее не случайно и его намерение во благо. И эта вера, вера в Божью любовь, в то, что ничего нет случайного, она изгоняет всякий страх. Она приносит твердое убеждение, знание, что в любой ситуации наклонность к добру всегда больше, чем козлу. Хотя добро часто сокрыто и абсолютно невидимо как добро. Я помню в нашей жизни достаточно серьезную трагическую ситуацию несколько лет назад. 5 декабря, как сейчас этот день мне запомнился, 5 декабря 2014 года. Я помню, это был понедельник, мы вместе с женой радовались выходному дню. У нас выходной день понедельник, как у многих служителей, когда мы можем заниматься домашним хозяйством, делами. Как-то после напряженной недели я особо не чувствовал усталости и к вечеру спать совершенно не хотелось. я понимал, что сейчас мы не уснем, и я предложил супруге, говорю, может быть, нам сочетать полезное с приятным, съездим в супермаркет, купим какие-то необходимые еще продукты, заодно походим немножко перед сном, ну и вернемся и ляжем. Она согласилась. Только-только первые заморозки начались, я вышел из дома завести машину, мы живем в поселке, в частном доме, вышел завести машину, а супруга моя закрывает дверь, и я вот боковым зрением вижу, что она спускается, у нас такие длинные бетонные ступеньки, и на самой последней ступеньке она подскальзывается внизу, она падает плашмя на спину и ударяется бетонную ступеньку головой, удар страшный просто, ощущение, ну я думал, что она сломала позвоночник, было такое чувство, она вскрикнула, я к ней подбежал, ей трудно дышать, голова разбита, течет кровь, понятно, что наш выходной день завершился очень печально, я понимаю, что я не могу ей помочь, потому что нужно зашивать голову, нужно зашивать кожу на голове, неизвестно, какие там травмы, я делаю ей перевязку, и мы едем в травматологический пункт, там осмотрели нас и сказали, вам нужно обязательно в больницу, потому что врачи должны сделать обследование, без этого невозможно, и вот мы приезжаем ночью в больницу, мы находимся там, и первое, конечно, что ей зашивают рану на голове, останавливается кровотечение, ее отправляют на МРТ, то есть, чтобы сделать сканирование, ну, с радостью мы обнаруживаем, что в голове у моей жены все в порядке, в самом высоком смысле этого слова, нет никаких повреждений, хорошо, я всегда это знал, вот, она крепкая, мы вздохнули уже полегче, а врач говорит, ну, вы знаете, все-таки вы позвоночником, спиной ударились, давайте сделаем еще рентгенограмму грудной клетки, да, она говорит, да нормально все уже, он говорит, нет, давайте сделаем, и вот она делает рентгенограмму грудной клетки, и когда рентгенолог выходит со снимком, она подзывает меня и говорит, посмотрите, что у нее в легком, я врач, и я вижу, что в легком то, что практически с 90% уверенностью говорит о наличии раковой опухоли, когда мы узнали об этом, это как ворвавшийся ветер и землетрясение, которое подорвало все наше состояние, все на что надеялись, на чем стояли, все планы, которые были, они сгорели мгновенно, боль страшная, она говорила о том, как изменилась картина жизни, все стало совершенно в других цветах, за три месяца до этого умер ее родной брат от рака легкого, мы пришли к врачу уже с обследованием, а все это тяжелые дни, переживания, и врачи подтвердили, сказали, что да, действительно, это опухоль в легком, небольшая, но врач сказал, это, говорит, необъяснимо, но если бы еще месяц, то, я думаю, мы бы вам помочь не смогли, но сейчас у вас есть все шансы сделать операцию и оставаться живой и здоровой на многие годы, смотрите, действительно, ей сделали операцию, удалили эту опухоль, она крепка, жива, свежа и радует меня, но если бы она не упала, если бы она не упала в тот момент, причем не просто не упала, а упала так, чтобы разбить голову, если бы она не разбила голову, я бы успокоил ее, дал бы таблетки, сказал бы, отойдешь, и она отошла, действительно, то есть боли не было в грудной клетке через день, но так Господь все допустил, чтобы дать возможность нас помиловать, я хочу сказать, друзья мои, пусть это свидетельство поможет и вам, мы не знаем, почему в нашей жизни происходят те или другие вещи, но нам нужно всецело отдать себя в руки Бога, чтобы Он употребил нас так, как Ему угодно, Он что-то совершит сегодня новое для нас, если мы позволим Ему распоряжаться нашей жизнью, мы по-новому познаем Его, пусть эта история про Илью поможет нам на жизненном пути, Бог укрепит нас, у Него всегда есть ангел, который посетит нас, может быть это ангел из общины, с работы, с соседнего дома, кто знает, может быть мы станем ангелами друг для друга, Бог укрепляет нас каждого в свое время, чтобы и мы могли укреплять других, у Него всегда есть живая вода и хлеб жизни, только Он знает, для чего посылает нам испытания, и в них дает же нам силы, и когда нам хочется лечь и не двигаться, Он и в этот момент вместе с нами, но когда Господь поднимает нас, нам нужно встать, потому что не только покой, но и труд, и призвание есть в жизни каждого из нас, и я верю, что мы пойдем дальше, к светлому дню, когда нас встретит воскресший Христос, в веянии тихого ветра, и мы услышим голос тонкой тишины, аминь. Аминь. Аминь.